Я бы сказал, что современный ЖИП сегодня испытывает кризис. Находится явно в состоянии убывания своей значимости и своей вещественной наполненности. Потому что пространство, в котором находится сегодняшняя живопись, пространство полностью изменяется. Пространство переходит в технологической форме, интеллектуализируется. А живопись — это качество материи, в которой мы все живем. Та материя, которая была когда-то обухтарена в абсолютной полноте, и эта полнота стала бывать. И она стала бывать, постепенно заменяясь искусственными состояниями. И сегодня, фактически, я сказал бы, та естественная материя, которая была дана человеку изначально, она полностью вытеснена технологией, вытеснена новыми мыслительными структурами и новыми, скажем так, искусственными частицами. Силу того, что она переживает свое трагическое состояние, она приобретает больше смысла, чем, может быть, недавно совсем, допустим, где-нибудь лет 10 назад. Потому что лет 10 назад можно было прогнозировать ее полную обреченность. Она фактически обречена, но она пытается все-таки выявить сегодня свою трагедию, свою драму. Выстояние этой трагедии, драмы живописной, вот эти все разрывы, шрамы, руинирное ее состояние передает ей особую актуальность. Она говорит о определенной фазе, определенном драматизме нашего существования, о гибели каких-то естественных форм, о гибели естественного человека. Человек полностью, практически изменился. Кажется, что мы остались такими же, что у нас форма наша такая же, голова, руки, ноги, но наш состав полностью меняется. И этот состав изменения, он начался, конечно, с чисто физических состояний, с войн, когда появились первые протезы, когда руки стали меняться, ноги стали меняться, заменяться протезами. И постепенно мы перешли на специальную хирургию, когда стали меняться, сердце стало заменяться, органы стали заменяться. Но позже стали заменяться вообще какими-то совершенно искусственными составляющими. Если сказать, что прежний мир, это был мир углеродный, мир как бы естественных преобразований, воздуха, воды, то сегодня мир наступает кремнием, из-за этой новой технологии. Состав нашей структуры другой. Ну, вот этот конфликт, вот это переживание вот этих изменений, каких-то новых форм в своей жизни и придает особую значимость живописи. И живопись сегодня, думаю, не менее актуальна в силу вот этой ситуации, в силу обнаружения собственной смерти. Она не менее актуальна, чем новые технологии, чем видео, чем более сложные какие-то нанотехнологии, даже появляющиеся в скульптуре. Ну, вот эта формула Маклюина, что, собственно, средства информации есть сообщение, средства сообщения и само сообщение, оно скорее принадлежит появлению новых технологий, новых цифровых технологий, новых коммуникаций. И когда сама технология превращается в сообщение, вот эта форма коммуникации превращается в сообщение. Живопись относилась как бы к другому все-таки периоду. Живопись, было бы даже не сообщение когда-то, а живопись это определенное просто свидетельство о духовном измерении человека, о его месте вот в этом как бы и в социуме, и в космосе. А сегодня живопись перестает быть сообщением, я бы не стал поговорить о сообщении, но живопись может быть сообщением тогда, когда она обнаруживает все-таки какие-то возможности, вот когда она указывает на какие-то слои реальности, когда она показывает, что есть еще слои реальности, то она может быть сообщением. Вот я недавно видел музей «Шпрингер», «Канновери» выступы Ильи Кабакова. Он неожиданно перешел к картинам. Это огромные картины. Это картины «Три наби», «Четыре на шесть», гигантские картины. И перед этим я был у него в мастерской на Лукаминге. И вдруг я переживаю состояние такого зрелого ренессанса. Конечно, это иллюзия, но я вижу в нем тинторетто. Вот Кабаков за счет своей личности, за счет вот этой сосредоточенности всего возраста, всего там определенного социального статуса, определенных задач, вдруг как бы попытался выявить, снова вернуть первенство живописи. Он обратился к картине. Он не говорит о живописи. Конечно, это иллюзия такая, что это живопись, но вместе с тем это живопись. Это живопись, которая все-таки видит какие-то космические слои мира. Хотя эта живопись, она обращена чисто как бы в материал, который используют Кабаков. Это обрывки фотографий, это обрывки газетных вырезок, журнальных вырезок. Но он неожиданно, вот эти обрывки, вот эту вторичную реальность, вдруг возвращается в первичную реальность. Вот в ту реальность, которая была как бы до фотографии, до репродукции. Вот это удивительно. Через репродукцию он начинает указывать на ту реальность, на те слои мира, которые были до появления репродукции, до вот этого мира, о котором писал Вальтер Дениамин. Хотя вот сегодняшняя культура как раз как бы, скорее всего, сканированная. Она показывает, что мы живем во вторичной реальности. Она перестала быть символической. Вот у Кабакова все-таки есть попытка вернуться к символическим формам живописи. Ну вот, молодое поколение художников, я думаю, оно очень, конечно, интересно и любопытное в силу того, что они ощущают вот эти изменения, которые происходят в нашей реальности. Они фиксируют эти изменения. И они показывают, что пришло страшно новое видение, новая оптика, другая инструментальность. Они говорят, что мир — это как бы компьютерный экран, мир пикселей, мир как бы каких-то обрывков от этой реальности. Они свидетельствуют, прямо не посреди свидетельствуют, а как бы конце этой реальности. Но они, может быть, в силу того, что они принадлежат бытию, самым жизненным процессам, они не ощущают, может быть, этой трагедии, как ощущают другое поколение, как я ощущаю. Они не присутствуют в этом слое. И они как бы перестают, может быть, силуэтом видеть, вот то, о чем я начал говорить, символические формы искусства. Они как бы не указывают на то, что находится за пределами их видения. Вот есть такой образ из детской сказки Буратино, да, или вот «Золотой ключик», когда Буратино видит картинку очага, и он протыкает этот очаг своим носом, и там обнаруживает волшебный театр. Вот как бы вот это поколение художников молодое, молодая генерация, они как бы разглядывают вот этот очаг. Они видят, что приходит новое, но не переживают, может быть, ее слоистость. Они упираются вот в эту, скорее всего, поверхность, то, что открыл Попарт. Попарт открыл наличие второй реальности, вторичной реальности. И Попарт указал на эту вторичную реальность. Но Попарт не преодолел эту вторичную реальность. Он на ней остановился. Вот я бы сказал, что есть несколько художников, которые пытаются одновременно преодолеть вот эту вторичную реальность. Это вот для меня Стас Шурипа и, может быть, Наталья Стружкова, которые описывают вот эту новую цивилизацию, которая приходит на смерть. Они описывают все-таки пространственное состояние. И они описывают действительно это пространство, может быть, действительно, не драматически, но они описывают как данность, как рождение, то реальность, в которой мы все будем жить. Причем они указывают на пространственные качества этой реальности. Они говорят, что она вся технологизированная, что она как бы является неким новым метрополизом, что это какая-то новая цивилизация, но в ней можно существовать. И в ней будет существовать уже другой человек. Этот другой человек, он не будет испытывать вот той трагичности, которую мы испытываем. Потому что мы все построены на чувственном состоянии. У нас телесное, тактильное телесное, там есть страдание тела. А там тело становится другим, тело уже заменяется. Тело вот сегодня, да, оно причиняется изменениям. И вот я вспоминаю роман Мишеля Ульбека, где он говорит, что возникает новый человек, такой в 2000-2023 году, появляется новый человек. Это как бы такой человек, который не будет испытывать болезни, не будет испытывать, не будет чувствовать, не будет испытывать страдания вот этой плоти. Он будет заново как бы построен. Он будет построен на каких-то новых элементарных частицах. Роман называет «Элементарные частицы». И вот этот мир элементарных частиц, он как раз очень точно выявляет Сашу Рипа и Наталью Старшкову. Это новый мир, но в котором я уже не смогу жить. Но это уже какая-то проблема времени. Так меняется цивилизация, так же, когда, допустим, икона обнаружила одну реальность, потом появилась картина, и в Азаре говорит, что икона действительно уже не работает. Он говорит, что икона не способна открывать то, что открывает картина, то, что открывает живопистое состояние. И на смену приходит действительно новое зрение, новая оптика, но она рождается как преодоление, должно рождаться как преодоление ограничений. Вот эти ограничения, которые со мной, несмотря на появление новых технологий, новых свобод, новых степеней свобод, одновременно компьютерная технология дает нам определенные ограничения. Это плоскость, это виртуальный мир, это не тактильный мир. А вот, мне кажется, вот эти художники, как вот эта линия, где Стружкова работает и работает Саша Юриева, это выявление все-таки возможностей существования. Для Кабакова, Кабаков показывает, как бы, возможность в невозможности, а здесь они показывают возможность в возможности. Это же другая генерация. Так же, когда, допустим, Булатов, он исследует, исследует слои из пространства, и исследует, что все-таки существует духовное измерение. Оно есть всегда. По ту сторону, по ту сторону. Но он делает ее универсальным, это состояние. Он не показывает, какое оно. А молодой, по крайней мере, показывает, какое оно есть, какое оно будет. Оно уже наступило, оно есть. Новый метрополит уже пришел. Но не трагичен, как я его вижу. Потому что там я уже не смогу пребывать. А вот Шурипа там может существовать. Это замечательно. Обновление живописи может быть происходить, если художник обратится к глубинам своей памяти. Потому что на самом деле, как бы, живопись, она утрачена, но есть слои, где она существует. Она в неких таких, как бы, спрятанных каких-то лаконов, скрывшихся. И можно, конечно, сосредоточиться и попытаться обнаружить эти слои. Это ушедшие слои, слои утраченности. Но это слои, как бы, так или иначе, каких-то позитивных состояний. Это состояние, я бы назвал даже, если религиозный термин, райских состояний. Это те состояния, которые обнаруживает художник наива. Художник, рабочий с фольклором. И не случайно, что у нас многие художники обращаются к теме фольклора, к теме праздника, как там, допустим, там, сведочетов, там, острицов. И вот эта форма живописи, во-первых, может появиться как снова, как бы не реконструкция, а попытка войти в те утраченные слои. А другая сторона возможности, актуальности живописи, это все-таки проникновение уже в будущее. Вот это ощущение будущих форм и ощущение образности этого будущего. Вот это будущее может выявить через новые какие-то состояния живописи. Это не будет живопись построена на технологических формах, как вот сегодняшняя живопись, которая обладает замечательным качеством сканирования. Это будет живопись пространства. Но это, я думаю, должно наступить. Ну, вот эта Лепшинская школа, она все-таки связана, скорее всего, с такими социальными процессами, и где социум сталкивается с чувствами, где человек испытывает драматизм, находясь в обществе. И вот как вот этот драматизм уделяется так же через и чувства. Это конфликт чувства и социального. И поэтому эта школа выявляла как бы свои состояния через реализм. Через реализм, который также имеет ту традицию в германской специализме, в культуре, может быть, в Вермесской республике в начале 20-х годов. Это некое, я сказал бы, все-таки соединение социалистических взглядов и социальных взглядов, и культуры реализма. Это не живописное состояние, все-таки, я думаю. Это состояние определенного протеста, состояние определенного вызова и та демонстрация как бы общественных сил и сил, в котором находится человек. Вот это узел общества и человека. То, что, допустим, нас в Рубе делает, пытаясь даже обратиться к библейским ситуациям, переводя их в все время на социальный мир. Вот эта острота социального чувства, то, что, может быть, сегодня стало актуальным, то, что в какой-то степени, в новой степени, в концептуальной степени присутствует и в Касселе на документе, и на последнем Берлинском мирнале вот эта острота и конфликт положения человека в обществе, который пытается, они пытаются выявить это достаточно наглядно, до наглядности необходимый реализм.